Перед нами монетка времен правления короля Англии Эдуарда I. Человек, который сделал всё от него зависящий, чтобы поработить Шотландию, сделать её зависимой от Англии. И тем не менее, сегодня, 24 июня, как, впрочем, ежегодно, в Шотландии широко отмечается национальный праздник День независимости, Independence Day of Scotland. 24 июня 1314 года в битве при Баннагберне шотландский король Роберт Брюс разбил армию английского короля Эдуарда II, восстановив независимость своей страны. Ещё в XIII веке, во время правления короля Александра III, Шотландия экономически процветала, находилась в относительно мирных отношениях со своим южным соседом Англии. Однако трагическая смерть шотландского короля и отсутствие наследников возродила все старые проблемы и породила новые, которые в итоге привели к событиям, известным как Первая война за независимость Шотландии. После смерти Александра III в 1286 году и его молодой дочери Маргариты в 1289 году в числе многих претендентов на шотландскую корону находились Джон Баллиоль и Роберт Брюс-старший. Оба они были потомками нормандских рыцарей Вильгельма Завоевателя. К Эдуарду, королю Англии, было направлено послание с просьбой стать арбитром в сложившейся ситуации. Вот как раз на монете изображён король Англии Эдуард. И вон и лицо, глаза, корона. И вот хотя Брюс был одной степенью ближе к прекратившейся династии, чем Баллиоль, Эдуард хотел доминировать в Шотландии. Если он не мог стать её королём, то он мог бы хотя бы выбрать наиболее приемлемого, покорного его воле претендента. Но, устав от оскорбительного положения, Баллиоль отказался от своей клятвой верности Эдуарду и выступил против него. В 1296 году король Англии Эдуард I сверг и заключил в тюрьму шотландского короля Джона Баллиоля, объявив себя непосредственным правителем Шотландии. В Шотландии началось движение сопротивления. Роберт Брюс, внук первого претендента на корону, человек умный, смелый, предъявил свои права на престол и выступил защитником шотландской независимости. На собрании представителей шотландских знатных родов, проходившем в Думфрисе в феврале 1306 года, Роберт Брюс был единогласно провозглашён королём. Изгнав из страны английских чиновников, 25 марта 1306 года он короновался в Сконе. Эдуард I послал в Шотландию Эймера Веленского, который и нанёс войскам Брюса поражение при Метвене. Многие шотландские вельможи погибли в этом сражении или были казнены. В руки англичан попали дочь и жена Брюса, а сам он вынужден был искать убежище на одном из гибридских островов. Спустя некоторое время Брюс отвалчивался с небольшим числом приверженцев возобновить борьбу, причинил англичанам много вреда, но должен был ещё раз бежать вместе с своими друзьями, на Коррикские горы. Эдуард вступил в Шотландию с сильным войском, но дошёл только до Корлейля, где в 1037 году он был застегнут внезапной смертью. Такое иногда случается, когда короли умирают. Очень часто это происходит в седле во время похода. Сын Эдуарда, Эдуард II, слабый, не отличавшийся воинственным духом, не смог с успехом нанести борьбу, вести борьбу против храброго Брюса и потерпел при Банакберне 24 июня 1314 года решительное поражение. Несмотря на то, что окончательная независимость Шотландии была подтверждена только в 1328 году, а впоследствии была вновь утеряна, и Шотландия по-прежнему входит в состав Соединённого Королевства Великобритании, но, тем не менее, 24 июня – это национальный и любимый праздник шотландцев, который отмечается очень широко и красочно с фестивалями, танцами, концертами и народными гуляниями. Вот такая у нас на сегодня тема. И как бы есть немножко времени и какие-то анекдоты, что ли, можно вспомнить про шотландцев, тем более вот чего-чего, на анекдоты как бы шотландцы богаты. Вот экскурсовод, например, говорит, при посещении туристами пещеры, говорит, эта пещера возникла благодаря одному шотландцу, Шеймусу Фаннигану, который пожаловался своим родственникам, что случайно уронил в лисию нору монетку. Шотландец поступает на работу с Котландиар, инспектор спрашивает его ваши действия, если понадобится разогнать толпу. Ну, не знаю, что бы я стал делать здесь, в Англии, но у нас, в Шотландии, я бы прямо пошел на толпу с протянутой рукой, с шапкой. Разбегутся все сразу. Редактор лондонской газеты получил письмо из Эдинбурга, в котором предупреждалось, джентльмены, если вы не прекратите печатать анекдоты о скупых шотландцах, я перестану занимать вашу газету у своего соседа. Один шотландец говорит, нет, честность все-таки себя оправдывает. Я вот на днях приманил чужую собаку и хотел ее продать, но никто не дал за нее ей даже пяти фунтов. Тогда я вернул собаку хозяину, и он дал мне десять. Разговаривают два шотландца. Один другому говорит, может, купить себе новую расческу. У старый зуб уже сломался. Ну и что, из одного зуба покупать новую расческу с ума сошел? Ну, зуб-то был последний. Сидят в баре англичанин, шотландец, ирландец. Пьют пиво. И вдруг каждому в кружку влетает по мухе. Англичанин брезгливо отодвигает свою кружку. Ирландец вынимает муху и продолжает пить, как ни в чем не бывало. Шотландец хватает муху, трясет ее над кружкой. Выплюнь, сволочь. Ну-ка, выплюнь немедленно. Шотландец угощает другого гостя, жареной картошкой, и приговорил, ешьте, ешьте, не стесняйтесь. А на собственное производство? Ну, у вас же нет огорода. А мы с женой купили себе место на кладбище, и пока еще живы, я там сажаю картошку. Шотландец идет на футбольный матч. Подходит к кассе, протягивает 50 центов. Кассир говорит, цена билета 1 доллар. Ну, я буду смотреть только на шотландскую команду. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.